ОМТВ – независимый канал в YouTube. Ваши просмотры, лайки, комментарии, репосты и рекомендации подписаться – вклад в создание новых сюжетов. Добрый день. Наша сегодняшняя лекция посвящена бреду, бредовой идее, бредовому синдрому. Мы все потомки. Слово о полку Игоре Рядая Слона Ярославна в Потереграде-Навалу. То есть история от Руси, она на самом деле и состоит из нашей диалоги, которую мы сейчас пытаемся тут все сделать. И вот СССР – это вот тот способ, благодаря которому мы на физике можем выстроить необходимые условия, построить себе путь, необходимые условия для того, чтобы войти в золотой век. Вот это поворот! Бредовая идея не соответствует действительности. То есть, если утверждение пациента не соответствует действительности, абсолютно точно это доказано, мы уже можем подозревать наличие у нее бредового синдрома. Страна, на самом деле, которая называется Украина, она разрушена. Она разрушена войной, она разрушена неумелым руководством самой страны, она разрушена коррупцией. И страна карится, то есть там с 30 с лишним миллионом жителей, которые скоро превратятся просто еще в хуже, чем взрослые в Сомали. Ну, как бы украинцы, они не нужны там, их надо уничтожить. Уничтожить их много. По официальным данным, что-то там около 30 миллионов теперь. Ну, на самом деле, это, скорее всего, их там уже не больше 10 осталось, я так думаю. Может быть, чуть больше. Может быть, около 15, хотя она вряд ли, конечно. Но не имеет значения, это все равно много. Производится буквально следующее, что она распадется. Она распадется не на какие-то куски, да, там, или большие, там, части. Она распадется на тысячу маленьких княжеств. Ну, не тысячу, больше двух десятков, точно. Ой, дурак! Бредовые идеи не поддаются коррекции, не поддаются критическому осмыслению. То есть, если даже при наличии абсолютно четких аргументов, доказательств, свидетельств того, что утверждение пациента не соответствует действительности, он продолжает настаивать на них, мы уже можем подозревать наличие бреда. Ждем развязки, я думаю, как старая, знаете, добрая украинская традиция, каждую зиму выходить на Майдан и скакать, потому что в квартирах холодно, а греться как-то надо. Ага, сейчас Россия не дает. Уволю Розанбаса тоже не поступает. Поэтому мы ждем очередных заморозков, выхода, там несколько десятков тысяч безумных скакунов, которые будут скакать, прыгать на Майдане и кричать, гадь, порошенко, ганьба. 7 миллиардов человек. Ну, это примерно, да? Вот это вранье. Значит, нас не больше миллиарда. Ну, возможно, сейчас полтора. Я, конечно, тоже цифру не знаю точных, но примерно, я думаю, как-то так. Это полтора, да, миллиарда, получается? Ну, в общем, полтора миллиарда. Значит, из них белых людей, я не говорю русских, я говорю белых людей, да, около, ну, я последнюю цифру, которую я слышал, было что-то порядка 200 миллионов, это всего. Ну, сколько там процентов, я не знаю. Это очень мало. Это в мире, в мире всего, так? Значит, китайцев, китайцев, их не полтора миллиарда, то же самое, это все вранье, это чушь собачья. Китайцев, ну, миллионов, может быть, 300 китайцев, может быть, может быть, 250, 300, 350, нет, так примерно. То же самое примерно индусов. Негров еще, наверное, штук 400. Ну, и остальных там всяких, ну, кто там, индейцы, там, каких-то количество, и 200 нас, и все вместе получается примерно какое-то количество. Значит, биороботы. Эти, 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 это вообще на 100% биороботы. Ну, там, за редким исключением. Я имею в виду черные, желтые, красные. Здесь вообще все, кто не белые, я, кстати говоря, представители кавказской национальности, так же за белых считаю. Ну, да, да. Да-да-да, точно. И третий бред, бредовая идея, полностью определяет поведение пациента. Я хочу, вот когда-то все боялись, что танки Гиви там будут стоять на берегах Днепра, там, на восток Патона. Ну, вы знаете, я хочу стоять с ними там рядом, и, может быть, чуть впереди, может быть, даже чуть сзади, неважно. Но я хочу это увидеть, я хочу вернуться на хрещатик походить, не знаю, вырубили там свои каштаны или нет. Ну, это хочется. Ну, вспомните Великой Честной войну. Было 10 миллионов командиров, они же не все дошли до Берлина, правильно? Но каждая смерть на кашажочек приближала других командиров, которые выросли, и которые есть, и еще, которые живы, к той цели, чтобы взять Берлин. Я сейчас не говорю Киев. На самом деле, нужно брать даже не Берлин, нужно его пройти, взять Британию, всю вот таковую. Вот зло всей нашей российской, всей нашей судьбы российской, это Англосакция. Вот если мы его возьмем, ну, по всем там нашим предсказаниям наступит золотой век России. Мы вернем под контроль ту территорию, которую потерял Российская империя, плюс заберем свое, которое должны были получить еще, начиная с Курской войны. Основная масса биороботов, она не среди белых, она вот среди вот этих вот. Поэтому у нас, почему именно Россия сейчас является вот этим вот местом, где возрождается Советский Союз, по большому счету, что такое Советский Союз? Тут было правильно сказано, что вхождение в новую эру, золотой век, там, как угодно можно назвать, это кому как нравится, оно вот там, в поле, информационном поле, оно уже есть. Я поэтому говорю, что оно уже есть. Оно уже там построено. То есть, уже оно есть. Можно хотеть, не хотеть, вообще никого им вообще не волнует. Да, Вселенную не волнует, что кто-то хочет из вас. То есть, она Вселенная, и ты либо с ней, либо ты против меня, значит, и труп. Если мы говорим о заблуждении, если мы говорим об упрямстве Если мы говорим о нежелании принимать аргументы от какого-то человека В силу эмоциональных неприязней, либо еще чего-то Мы в любом случае видим, что аргументы так или иначе рассматриваются Мы видим какую-то попытку воспринять или отказаться от восприятия аргументов Если же мы говорим о бредовом расстройстве, о бреде Аргументы в принципе не поступают на этап рассмотрения Бред полностью закрывает от человека, от его психики Какую бы то ни было способность воспринимать не только аргументы, но даже и окружающую действительность Бред абсолютно полностью доминирует над всей психикой Логикой, эмоциями, инстинктами, рефлексами Я бы поменял название проспекта Киевского Вот честно хочу сказать Но с другой стороны Если вы пройдетесь по Крещатику, то зачем вы меня? Да, вот меня Зато это направление, куда надо идти То есть Киевский проспект выводит прямо на Киев Ну что же А так особого желания нет Ну что, сократить название Днепропетровска в Днепр Ну наверное это может быть и правильно, чтобы это было произносить Потому что уровень обучения и уровень культуры украины падает А такие длинные слова несем могут выговорить Исходя из того, что будущее поколение, которые сейчас не учатся, к сожалению, к счастью в подвалах у них Но они уже учатся в таких подвалах, которых учиться, наверное, не стоит Они, до слова, могут забыть Когда начался в первых словах сказал, забыл, который последний Ну мне надо с этими людьми частыми уже сидеть Рядом и с кем-то разговаривать О чем? Они какие-то беспородные собаки У них порода пропала А раз нет породы, нет этот дворянской чести, этот костик Ну сейчас, возвращаясь к империи, да То, ну, это... Ну, порозы ботычин И тогда, в принципе, их место показано Наш генный код, он, наверное, может быть, почти наверняка Является одним из главных наших конкурентных преимуществ в сегодняшнем мире Он очень гибкий, он очень устойчивый И мы даже этого не чувствуем, но это наверняка есть Мы должны вернуться, потому что Советский Союз, он в своем, даже вот самом вот В 90-м году, даже в самом там форшмачном состоянии, в 90-м, когда он уже, ну, умирал Да, уже, может сказать, лежал там уже там трупы Хорошо Хорошо И сегодняшнюю жизнь, 25-летней давности, вот, да, прожили вот в этом капитализме и так далее Он все равно лучше Он все равно, вот, при всех его вот этих вот, он все равно лучше, чем то, что мы вот видим сейчас Паранояльный бред характеризуется крайней степенью систематизации Бредовая идея максимально приближена к реальной обстановке, к реальной действительности Существует огромное количество логических, интуитивных, эмоциональных связей с внешним миром, с реальной обстановкой Таким образом, если вы слушаете пациента с бредом, паранояльным синдромом Вы, скорее всего, не сможете на основании логических несостыковых противоречий и тому подобного Уличить его в том, что и высказываемые им идеи не соответствуют действительности Рот – это общность людей, объединенные одной кровью, одним территориальным проживанием, в котором царило всю жизнь справедливое отношение к ближнему Сила добыча и все процессы, которые они тоже делились по справедливости, они все были внутри всегда свободные Понимаете? И у них это было все порвано, все на равных И она потихоньку, извиняюсь, есть в цивилизации, да, потом уже пошло, там, уже княжество, уже государство, там, вообще, машина для подавления Но вот это вот желание жить по вот этим принципам, она внутри сидит, вот как вот, 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 ее нельзя выковырять Ее можно убить только, забирав у человека жизнь Поэтому идеология была СССР, свобода, совесть, равенство Как правило, паранояльный бред – это бред изобретательства, реформаторства, бред ущемленных прав То есть эти процессы, которые справедливы, они, которые, вот, я и закладывал, вот, смысл этих всех глубинных процессов И когда просыпается в человеке, и в государстве просыпается та сила, которая была присуща нашим предкам Понимаете? Ну, невозможно, то есть мы в России вообще воюют тысячелетия И вот нельзя вспомнить ни одного, там, там, века, года, там, полвека То мы где-то, где-то с кем-то не воевали, мы, бельмо, на глазу, нам досталась Богом данная территория богатейшая И все шакалы, которые у нас сидят, они, как вот, шакал в табаке, да, мы идем на север То они все идут к нам на север, прут, прут, там, полчищами идут, вот, что-то шакалье И там что-то пытается откусить, там, кто-то откусить пытается Дальний Восток Кто-то хочет забрать, там, уже забирает почти всю Украину, да, кто-то забирает, пытается в Беларусь Кто-то там хотел хапануть Крым, подавился Ну, то есть там говорят, что Крым присоединился к России, потому что он наш, потому что мы там, ну, потому что мы крутые, и все, мы вот такие вот взяли хабрус и спасли Бред какой-то, да, этот вот, чушь, чушь полная, потому что на Донбассе такого не произошло, значит, это было сделано не поэтому А почему это было сделано? Ну, я вам могу сказать, почему, потому что это, да, да, должен быть этот, новое место жительства Израиль Вот, они просили его во время войны, еще Сталин он их не дал А теперь Путин дал им разрешение переселяться в Россию, они у него спрашивали, было видео конкретное, сказали, вот, нас там давят, гнобят Он говорит, ну, как же, приезжайте к нам, я вас умоляю, татары, это их там Татары не решали? Да, татары, это да То есть местное население будет, ну, как, по их плану, это самое, да, а сюда, как бы, да, этих товарищей Очень характерен внешний облик этих пациентов Даже не столько внешний облик, сколько манера себя держать, манера поведения Паранояльные пациенты крайне заряжены своей идеей Идея сама высказывается крайне эффективно, эмоционально Больные преподносят свою идею, несут ее, как знамя Практически рассказывают ее с каждому человеку, с которым он приходится общаться Больные заряжены энергией Даже физически неприятно находиться рядом с пациентом, потому что чувствуешь, что на тебя просто двигается каток с огромным транспарантом На котором написан, как лозунг, это вот самая идея, которую он продвигает Будь то изобретение чудесного препарата или аппарата, который исцеляет всех вокруг Будь то ущемление прав счетной палаты Российской Федерации или еще кем-нибудь Но, тем не менее, это всегда массивный, интенсивный психический напор со стороны пациента И вот это все-все-все, которое за это все было пролито тысячей жизней удано и море крови Но, сейчас вспомните любого княжеского воина, там, Святослава, Дали, Олега Вспомните гвардейцев Петра Первого Вспомните, пожалуйста, людей, которые там сражались под Беской крепостью, у нас разная национальность Но они снова сражались Они умирали по справедливости, жили по совести Потому что перед смертью нельзя по совести То есть последний у них в твоей жизни, ты самый открытый человек Между собой же были равными, понимаете? И все у них было по справедливости И самое главное, они все равно умирали, были свободные Понимаете? Это обычаи, которые перед боем, княжеские дружинники снимали с себя доспехи Раздевались по пояс головам и шли в атаку с мечами И враги понимали, что незаконные в брою Они их боятся Они боятся того ощущения вот этого вот Ярости благородной, презрения к смерти И готовность отдать свою жизнь за своего товарища Но вот это вот, это только нам присуще Больше не только у нашего народа могла родиться Известная поговорка На миру и смерть красна Как это так? Смерть, это что такое? Это ужас? Нет, оказывается, на миру и смерть красна Что такое на миру? Это значит смерть за други свои За свой народ Говоря современным языком, за отечество Вот в этом и есть глубокие корни нашего патриотизма Вот отсюда и массовый героизм во время военных конфликтов и войн И даже самопожертвование в мирное время Это мало кто замечает, но три года в школах, в детсадах на Украине И у нас на самом деле тоже просто гораздо меньшей степени У нас не такой оголтелый, да? У них кто там пожестче? Вот идет пропаганда того, что мы воюем с Россией Нам по телевизору в разборах того же Анатолия Шария С которой у меня личные счеты, но анализ он делает хороший Да, дело не в этом Мы смотрим по телевизору и смеемся Вот на этих вот их нет этой вот дурацкой пропаганды Смешной, глупой, вот этой вот какой-то где они там гимн свой поют стоя на развалином асфальте Которые не могут починить, да? Вот эти какие-то вещи Нам смешно, как они детей там в вышиванке Заставляют их там петь про незалежную Украину Это все как-то так смешно Но однако ребенок, который пошел в школу в 2014 году В 2013 году даже, возьмем в 2013 году Потому что они осенью идут, да? И сейчас это ребенок, который уже 4 год Он знает, что это русские напали Что они враги И его так воспитывают И вот если это продлится еще хотя бы 3 года То мы получим просто поколение, которое просто придется потом убить Потому что ему потом объяснить, что нет Русские твои друзья, это вот этот врал Пациенты с паранояльным бредом очень легко разделяют всех людей На тех, кто за их идею И те, кто против Те, кто против, это враги Либо это, собственно, те, кто ущемляют права пациента Либо это дураки, которые не могут понять значимости его изобретения У нас, в отличие от Украины, есть вот такие светлое будущее Почему? Потому что мы живем на своей земле Мы поднимаем свою экономику Она у нас честная Но Украина, она падает в Ему Киев, я считаю, что он тоже русский город Который несколько раз стены восстанавливал Понимаете, там, та же Рязань, спаленная дотла и Калаврат Ну, поверьте, казаки, Дона, Запорожцы Они там все поляки, шляхты, татары Кому там только не было, шведы Ну, понимаете, вот взять Александра Македонского и Персов И нет империи Хотя, которые можно там Каждый день подряд восстанавливать В течение года выставлять такую армию, которая шла с Александром Ну, они всех разбили Мы здесь все-таки русские Мы русскоязычное население У нас до сих пор лежат еще старые советские паспорта Мы никогда не воспринимали себя частью Украины Никогда Ни мы, ни наши отцы, ни наши деды Мы можем воспринимать себя частью Советского Союза Это правда А мы в нем родились, многие воспитывались И до сих пор продолжаем жить какими-то такими Ну, и теми идеями, которые нам заложили до дачи в детстве И тогда вот Ну, я же там, слова Владимира Путина Что мы никогда нигде не оставим русских То есть, с этой точки зрения не смотреть Но тут вообще ситуация не реалистичная То есть, Украина никогда не заберет омницу 8 миллионов людей, которые свято верят в Россию Просто для них это Ну, максимум, который не требуется доказать Любое слово Владимира Путина Смирается как просто Как лучше для них, как приказ Мы его перевернем еще с новой мирозданием Мироздание в целом Ну, хотя мы, конечно, вряд ли что-то перевернем У нас небольшое, а мы маленькие Ну, вот что-то можем изменить точно Это биороботы, понимаешь? Созданные искусственно в лаборатории Выращенные в барокамере Биороботы Да, в это сложно поверить Мы воеваем за любовь Мы живем ради любви Готовы умереть ради любви И за нее можем защищать И за нее можем и убить, по большому счету Потому что раньше, если любви нету Ну, значит, какой? Кто пытается забрать нашу любовь Ну, кто с мечом к нам пришел Тот отмечай и погибет Точка! Я знаю Это кажется бредом Сумасшедшего И как минимум, да, как максимум Уже хочется вызывать, наверное, скорую помощь Но это так Пацаны, поставь чайник, пожалуйста Холодный Всегда приятно беседовать с людьми Высокого интеллекта И благородных идеалов Что касается меня То я бы жил с радостью Будь я жабой или пауком А человеком Человеком можно жить Если голову ватой обернуть Но где взять столько ваты Да и вата, дрянь Помянем друг друга Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok